Сможем ли мы как-то пробраться выше? Набегается опасна погода. Ищите укрытие. Так, мне очень бы, конечно, хотелось. Температуру установим. Так, ну вообще, да, ничего не видно. Но надо что-то найти. Ну что-нибудь. Так, все, погода успокоилась. А здесь всяко что-то должно быть. Фиолетовый ледолуг. Фиолетовый ледолуг – большое наземное растение, периодически сбрасывающее кожицу стебля, придавая основанию оплавленный вид. Со временем опавший материал начинает твердеть, образуя толстую защитную оболочку вокруг стебля растения. Эта оболочка создает препятствия для животных, пытающихся добраться до ее питательного цветка и богатого водой нутра. Так, где луковица-мешочек растет скоплениями с переплетенной корневой системой, которая фильтрует воду в мешочек. В корневой системе есть протеины-антифризы, препятствующие образованию кристаллов льда во внутриклеточных структурах. После того, как вода втягивается в мешочек, она сохраняется для дальнейшего использования. Однако мешочек также обладает антифризными свойствами, что делает его содержимое непригодным для употребления человеком. Так, если ты чикнет ножиком, смысла нет. Так, ладно, у нас времени не так много. А, нет, здесь мы тоже согреться не можем. Так, здесь какая-то пещера. Вряд ли тут будет тепло. Нет, здесь теплее. Так, что у нас титан. Так, что ты хочешь? Рудная жила. Здесь хотя бы тепло. Ресурсы внутри породы. Так, ну ладно, это удобно. Так, согрелись. Здесь еще можно найти кварц. По всей видимости, пока все. Так, вода. Нужна. За одно место освободили. Так, это еще титан. Так, не надо. Так, потому что гейзер какой-то. Паровой гейзер. Данные паровые гейзеры периодически интенсивные извержения испарений горячей воды, вырывающиеся из расщелин в ледниковом покрове. Температура извержений горячего пара достаточно, чтобы вызвать ожоги первой степени у находящихся рядом людей. Однако стандартного многоцелевого костюма ныряльщика от Альтеры достаточно, чтобы предотвратить повреждения кожи. У нас никакого костюма нет. Соответственно, мы можем... Мы можем согреться здесь. Здесь наступить. А, нет. Здесь наш костюм подходит. Так, ясно. Здесь мы просто греемся. Пусть будет так. Так, вот там какой-то у нас что-то есть. Какая-нибудь научная станция. Хотя нас сюда пока не звали. Но мы пришли. Либо это какой-то мост. Соединить потом надо будет. Так, туда можно спрыгнуть. Там можно и забраться. Пока пройдем здесь. Так, вот это очень удобно, что Титан так лежит. Так, давай. Надо согреться. Это вообще хорошо. Так, серьезно? Просто сосулька упала. Либо кто-то ее скинул. Так, у нас сверху летают. Смотрю, какая-то тень. Так, мы туда, вряд ли, мы пойдем. Так, там наверху тоже делать нечего. Но там у нас пещера какая-то. Да, сначала в пещеру сходим. Отсюда я не замечу. Ну, только по этим лампам. Так, эта музыка нехорошая пошла. О, ионный куб. Серьезно, серьезно. Так, лихорадочный перец. Деревья лихорадочного перца приносит фрукты с высоким содержанием капсаицина, который помогает повысить температуру тела и стимулировать кровопоток. Так, проверим. Еда 15, вода 15. Острый съедобный перец. Температура тела плюс 34. Так, это что-то хорошее такое. Что нам выкинуть? Такое бы хорошо у нас посадить. Где-нибудь. Так, нам надо как-то... Как-то надо это обозначить. Здесь маяк кинуть. Ну, пускай так лежит. Так, как он там называется? Лихорад. Пускай будет так. Так, ионный куб, конечно, мы забираем. Само собой. Единственное, надо было его просканировать. Ионный куб. Данное зеленое минеральное вещество не имеет позиции в таблице элементов и обладает невиданной способностью хранить внутри себя огромное количество ионной энергии. Вероятнее всего, выращен искусственно. Кубическая форма предполагает, что он был вырезан из куска большого размера. Каждый из кубов хранит ионную энергию, эквивалентную 5 килотоннам тротила. При правильных условиях энергию можно выпустить управляемым образом. Очевидно, использовались в качестве батарей, но требуют существенного источника энергии для перезарядки. Оценка ценный источник энергии. Естественно, мы заберем. Здесь, по-моему, их много. Артефактор архитекторов. Квантовый шкаф. Это зерон новый чертеж. Так что-то интересное. Энергогенератор. Сканирование указывает на то, что этот комплект инопланетного оборудования используется для накопления быстрого выброса мегаджоулей энергии и заряжается от ионных кубов, хранящихся внутри. Эти суперконденсаторы могли применяться для сглаживания переходных режимов питания на проводниках, соединяющих различные участки архитекторов. Так, что там за чертеж? Квантовый шкаф. Хранилище, чье содержимое находится одновременно во всех квантовых шкафах. Так, это что-то интересное. Мы здесь можем скинуть шкаф, туда все накидать, и он будет как общее хранилище. Соответственно, его, наверное, можно с собой таскать. Или как? Надо тестировать. Так, еще один. И, наверное, третий будет еще. Перебрена руда. Так, третьего ионного куба нету, что ли? Должен быть. Первая часть всегда по три давали. Ну, а это и не первая часть. Так, ладно, в принципе, этого достаточно нам. Так, надо бы с собой забрать все-таки одну. Пригодится. Так, ну, что-то типа нужного нам надо. Так, теперь можно туда пройтись. Так, теперь можно туда пройтись. Надеюсь. Так, что у нас здесь? Взять диск музыкального автомата GT Music, don't hold your bridge. Пусть будет. Так, питательный батончик. Я уже не знаю, что нам выкидывать. Там, придется, надо выкидывать. Батончик ценнее. Так, где КПК нету? Так, батарея. Батарея нужна. Так, вот эту сигнальную ракету можно выкинуть. КПК здесь тоже пока не видно. Туда наверх надо забраться. Так, и надо согреться. Можно воду спринуть просто. А, вот у нас КПК здесь вначале. Я искал там. Так, аптечка. А, аптечка нам не нужна. Так, ну и все существа можно выкинуть. Сигнал из глубины. Зета, у меня к тебе немного странный вопрос. У тебя никогда не было необычных помех, когда ты работала с роботами? В смысле, вроде того, как парван стоит у меня за сплечом и твердит, что я неправильно собираю схемы, потому что его папа когда-то давно делал все не так? Нет, вроде электрических помех в аудио или видео. Какое-нибудь мерцание или щелканье. Не припомню такого. Что? Значит, до залива не распространяется. Что не распространяется? Фред отвозил меня на остров с ракетой для отчета, когда мы вдруг поймали что-то похожее на сигнал СОС. На Дельте весьма старомодно. Что его создавало? Я думаю, архитекторы пытаются с нами общаться. Ты всегда так думаешь. Слушай, может быть, это моя работа всегда так думать, и я в этом деле очень хороша. Только отдел кадров это не волнует. Я ни словечком не скажу Эммануэля. Спасибо. Ты настоящий друг. Ни словечком. Так, а что за помехи? Наверное, в которой мы нашли ту станцию, эту илонную. Так, хорошо. Вот здесь у нас маяк. Видимо, у нас наверх зовут, наверное. Хотя там у нас тоже фонарь. Так, да не совсем понятно, куда нас тащатся. Так, попробуем сюда сходить. Во облице обнаружен маяк комплекса Альтера. Уникальный идентификатор. Центр робототехники ФИ. Так, посладочная площадка Центра робототехники ФИ. Дойдем. Правда, с теплом у нас беда. Так, вот здесь у нас потеплее. Так, а там у нас что? Какой-то другой вход должен быть. Так, вот это то, что мы видели сверху. Так, ну да. Эти лампы у нас сюда и привели, так скажем. Так, хорошо. Сейчас та сначала сходим, наверное, вот сюда. Здесь у нас что-то интересное. Так, мраморный анимон. Кстати, тепло. Мраморный анимон. Эти наземные анимоны выживают за счет симбиотических взаимоотношений с небольшими скоплениями грибов, которые питаются слизистыми выделениями анимон. Так, а можно это? Вряд ли. Так, а это портится у нас. Острый съедобный пирец. В принципе, даже если портится, мы все равно посадить его сможем. Ледяной сталагмит. Ледяной сталагмит. Эти ледяные сталагмиты населяют бактерии экстремофила, способные выживать и размножаться при низких температурах. Это достигается за счет выделяемого бактерии вещества антифриза, которое сохраняет среду клетки в жидком состоянии и предотвращает разрушительное формирование ледяных кристаллов внутри. Так, это что? А это метки. Путь показывает, куда нам надо. Так, это мы все читали. Так, может что-то еще? Может еще титана выкинуть? С тобой наберем этих. Вдруг замерзнем. Так, нас ведут сюда. Инструменты исследователя. Моментарь полон. Так, ну там, по идее, должен был, дастся. Он куда-то пропал. Так, серебряная руда. Так, все это у нас маячки пропали. Так, хорошо, наверное, надо. А мы отсюда пришли? Или оттуда? Отсюда мы пришли. Значит, нам надо сюда. Так, ну, посадочная площадка в центре. То есть, в принципе, мы могли и с другой стороны. Все, то есть, стойная пещера могли выйти. Проверим. Да, пойди вот отсюда, наверное, немного выйти. Так, а это куда наверх ведется. Так, какие-то ворота здоровые. Наверх поднимемся сначала. Кристаллы. Что за кристаллы? Жильник ледяной. Ледяной жильник – это крупное растение, собирающее частички снега вокруг своего толстого красного ствола. Снег на 90% состоит из воздуха и обеспечивает теплоизоляцию, помогающую предотвратить образование ледяных кристаллов в более уязвимых во внутренностях дерева. Поверхность снега в итоге затвердевает и превращается в слой льда, но все еще предохраняет тело растения от опасного переохлаждения. Так, ну от тебя греться нельзя, да? Так, в ту сторону мы же сначала подняться или туда. Сначала по лестцам поднимемся. Так, здесь можно согреться. Так, ну и собственно это место, мы здесь не были. Здесь куда-то можно упасть. Внизу, наверное, мы уже были. Они очень похожи. Вот опять же какой-то путь другой. Да здесь мы не были. Это опять же, наверное, подъем. Отсюда мы должны были забираться. Скорее всего. Ну не факт. Это пещера. Только развилок непонятно куда идти нам. Так, ладно, пока сюда сходим. Так, вы хотите пугать. Так, вы хотите мне сканировать. О, грозной. Я тебя хочу просканировать. Снежный сталкер. Медленный. Пока что. Снежный сталкер. Это похоже на медведя эволюционное ответвление водоплавающего сталкера, обитающего в теплых водах, водных биомах 45-46b. Поведение снежной сталкера обычно является хищником высшего порядка в своем биоме. Они обитают в стаями и являются преимущественно сухопутными животными, но могут нырять для охоты и защиты территории. Важные физические свойства. Толстая шкура, выделяющая тонкий слой жира, помогает снежному сталкеру сохранять тепло в арктическом климате. Видоизмененный спинной плавник помогает при подводной охоте. Светло-голубое освещение языка и хвоста помогает стае оставаться вместе во время зимних бурь. Оценка. Избегать при необходимости войти на территорию снежных сталкеров, рекомендуется использовать источники яркого света и непредсказуемых шумов для отпугивания атак. У меня только... Кинжал. Нет? Ты его только залит. Так, ладно, я не собираюсь сейчас здесь долго задерживаться. Так как у тебя много всякой породы. Так, мы начинаем на... Так, там что он попадался. Но у лава уже какая-то. Так, говорили проста, а он 41. Это как-то не так. Так, мы попробуем нырнуть вниз, что из этого выйдет. Куда мы попадем? Куда-то попали. Так, ленточник, ленточник. Кстати, нам было бы неплохо, конечно, взять. Так, вот здесь какая-то у нас щель есть. Разрежьте лазером, чтобы выпустить. С лазера по конец. Даже непонятно, что выпустить-то надо. Так. У нас еще один есть маяк. Здесь его оставим. Так. Нужен лазер. Интересно, что там? И что мы вообще будем выпускать? А, вот здесь еще такой есть. Так, ну тогда, видимо, можно забрать. Видимо, это что-то не очень редкое. Так, не очень понятно. Пусть с нами вернемся куда-то. А, ну все, мы пошли наверх. Так, все понятно. Ну, в принципе, мы сейчас просто вернемся обратно. Нам смысл... Мысл туда возвращаться. Ладно, идем к тому большому... Большой двери. Так, опять куда-то забрел. Ледяной... Ледяной вазочник. Что-то можно поднять. Тоже, наверное, питательное. Данный вид наземного растения белок аккумулирует йод из замерзшей во льдах соли. В результате эти растения содержат компоненты, пригодные для химической очистки питьевой воды. Так, содержащий йод полезен для применения в химии. Так, это, походу, нам пригодится. Может, конечно, немного. Чуть-чуть возьмем. Так, с кем будем сражаться? Нет. Эти медведи-сталкеры. Ладно, видимо, здесь нет. Так, здесь, в принципе, у нас еще какой-то путь, они у нас не соединяются. Так, ладно. Поднимаемся наверх. Так, сигнальные ракеты. Сигнальные ракеты можно их отпугивать. У нас есть нож. Так, батончиков слишком много дает. Так, и куда мы вышли? Да, ну здесь мы были. Здесь мы были. Сейчас опять пойдем по тому же пути. Так, мы остаемся только к ККК. посадочной площадке. Сейчас как раз к ней и выйдем. Ну, должны вроде как к ней выйти. Так, да, получается, мы наверх, налево, сюда нам надо. Нет, не сюда. Так, хорошо, вниз там точно не надо. Здесь проходы тоже не, значит, наверх. Опять, идем по тому же пути. Так, а здесь только медведь и все получается. Нет, сталкер. Хотя убивать это не особо хочется. Можем, конечно, попробовать. Не знаю, что это нам даст. Понятно. Тебе больше шансов это сделать. Ну и к мордочке нельзя подходить. Он набрасывается. Так, ну все, мы тебя убили. Только от этого. Никакого. Ты уж извини. Но, к сожалению, это здесь был без стаи. Так, здесь очень много ресурсов. О, магнетит. Даже не надеялся всего найти. Магнетит. Железный оксид ценится, помимо других качеств, за свой магнитный потенциал. Он используется в многих технологиях федерации, таких как эхолокация и система запуска торпед. Оценка необходим для высокотехнологичного производства. Так, очень необходим, поэтому не надо что-то укидывать. Титан в любом случае. Одного хватит. Это можно я тоже одного достаточно. Так, а магнетит забираем. Все, что есть. Так, все, что есть, наверное, вряд ли мы заберем. Так, можно медную лду, в принципе, и кварц выкинуть. Самогнетит. Он много реже встречается. Так, как тебе достать? Вообще не достать. Так, это все обычное. Как птичку можно использовать. Так, ну ладно, на первый момент, на первое. На первое время нам хватит еще алмаз бы найти где-нибудь. Так, теперь-теперь все равно нам надо куда-то туда. Посадочная площадка. Здесь мы не пройдем. Проще тогда, наверное, нырять. Хотя мы здесь, наверное, никуда не выберемся. Хотя, кто знает. Попадем сейчас в это место, где сверху можно спрыгнуть. Но выплыть нефти куда-то, куда-то нас ведет. Или сюда и ведет. Морозостойкий пещерный куст. Распространенный красновато-пурпурный вид, хорошо произрастающий из каменистой, на каменистом грунте. Гидротермальный источник. Гидротермальные источники возникают тогда, когда вода просачивается сквозь трещины в планетарной коре. И в итоге сталкивается с раскаленной магмой. В результате перегретая вода выстреливает вверх, прорывая сквозь океанское дно. Когда-то температура в устье источника была достаточной, чтобы плавить свинец. Воздействие температуры и давления со временем привело к возникновению каменной структуры. Несмотря на огромные температуры, эти источники являются домом для собственной экосистемы. В самом низу пищевой цепочки находятся хемобактерии, организмы, питающиеся химическими выбросами источников. Так, нам это как-то поможет. Так, ленточник. Так, ленточник, не знаю, взять еще один. Или нет? В принципе, можно с много еды, которая, в принципе, нам, конечно, нужна, но не так, чтобы прям вообще. Так, и у нас воздух кончается здесь. А вот все. Здесь можно вылезти. Опять же непонятно, где вылезли. Совсем другое место. Ну, возможно, мы здесь были, не были. Вот такой водопадик я не помню. Когда-нибудь ничего нет. Так, мы должны по кругу пройти. Все верно. Так, сейчас будут сосульки нас убивать. Не подойти. Там еще какая-то пещера. Так, это все в круговую. Так, ну, площадка у нас там. Мы уже куда-то ушли очень далеко. Так, а там что? Фрагмент полярного лиса. Что-то интересно. Один из трех. Полярный лис. Одноместный гравицикл, предназначенный для быстрого перемещения по всевозможным видам местности. Несмотря на слабую защиту пилота, полярный лис за счет маневренности с легкостью избегает большинства угроз, особенно после установки прыжкового модуля. Только не пытайтесь летать на нем над водой. Высокоскоростной гравицикл, встроенная фара, на нем вы будете выглядеть круто. Полярный лис, прочий надземный транспорт, это кролики в свете его фар. Так, хорошо, это что-то интересно. Надо бы найти еще две. Еще два фрагмента. Где-то здесь будут. Так, зуб мне намекает на то, что здесь кто-то есть. Придется это проверить. Нет, не этот звук я слышал. Так, ну допустим. Есть какое-то радио. Для чего? Пока непонятно. Так, сияющий гриб. Сияющий гриб обычно растет в темных пещерах и примечательен проявлением биофлюоровой реэсценции, уникальной способности поглощать и испускать электромагнитное излучение. Не следует путать этот процесс с биолюминесценцией, которую проявляют многие подводные виды на 45-46 би. Биолюминесценция – это химическая реакция, вызываемая веществами люциферинами, реагирующими с воздуха. Так, взять его нельзя. Так, еще у нас, еще магнетит. Так, что еще выкидываем тогда? Кварц, медь, походу будем соль выкидывать. Вот, вот этот звук, мне не очень нравится. К нам никто здесь не подошел со спины. Конечно, может быть, где-то там он находится. В бирологе. Или просто где-то за стеной. Так, это нам уже не забрать. К сожалению. Так, четыре места есть. Наверное, медную руду все-таки заберем обратно. Так, ладно, видимо, нас потом сюда еще пригласят. Возможно, будем эти маяки собирать. Так, морозная акация. Это необычное многоствольное дерево хорошо приспособлено к суровым условиям ледниковой среды. Источники питательных веществ на леднике редки и ограничены. Поэтому у этих деревьев быстрорастущие корневые системы, которые ищут скалистый материал, застрявший во льду. Густая листва улавливает энергию солнца посредством фотосинтеза и обеспечивает защищенную среду для роста биолюминесцентных плодов. То есть тебя можно, что-то тебя можно забрать. А, ну у нас свалился. Походу, другие деревья, да? Там вот эти на дереве. Так, исследуем ледниковый бассейн. Так, на место, конечно, интересно. Так, так, так. Звуки мне не нравятся. Так, вон сидит. Да, все-таки они тут есть. Ну и здесь-то, наверное, они уже будут с таями ходить. Наверное. Так, еще какой-то маяк. Пока нас к нему подпускают. Так, а что там плоды? Плоды есть. Вот, вижу. Как-то забрать. Это не забирается. Или, может быть, пушка какая-нибудь нужна. Так, батончик. Тратим на этот, берем. Сечетая волокно. Серьезно. Таблетки для очистки воды. Серьезно. Че, таблетки. Так, что мне... Что мне убирать? Вода. Аптечка. Сочетание с замороженным источником воды таблетка для очистки может создавать питьевую воду во время исследований поверхности. Смешать с снежком для получения питьевой воды. Так, ну, использовать... Снежки нужны. Так, мы сейчас протестируем. Так, где-то надо согреться. Так, здесь можно согреться. Так, ну, снежок есть. О, неплохо. Вода плюс пятьдесят. Хорошо, сейчас вернемся за остатками. Так, здесь у нас еще магнетит. К сожалению, это я уже не унесу. Хм. Охрана. Парван Иванов. Так, туда мы чуть попозже зайдем. Так, здесь у нас что-то... Что здесь стряслось? Ого. Это, наверное, замороженный Левиафан. Так, хорошо. Ладно, сейчас пока сюда не пойдем, если мы пойдем через дверь. Короче, много-много мест у нас всяких, которые мы, видимо, рано еще приходим сюда. Рановато. Нам надо сначала найти посадочную площадку. Мы ее уже один раз находили, но второго с меня не получилось. Я забрел куда-то еще дальше. Так, это место мы, честно, здесь маяк скинем. Так, скинем маяк. Так, как подписать-то его? Так, не хочет кидаться. Так, ну просто сюда, чтобы пришли потом сюда. Так, снежок еще нужен. Так, отлично. Сетчатая, на самом деле, не знаю, по-моему. Прочное природное волокно, удобное. Сетчатая. Что вы сами можем сделать водоросль. Да, зачем нам это дали? Так, ладно, пока отсюда уходим. Драться мы ни с кем не будем. Подумаем, где-то здесь. Так, он вон там ходит. Территорию, конечно, желательно осмотреть. А вообще нам надо на базу все складировать. Посмотреть те ионные. Какой-то еще какая-то база у нас. Смотреть наше ионное хранилище, которое не работает. Может быть, будет действительно очень удобно. Так, сигнала не нужна. Так, еще очистки. Это мы возьмем. Вместо чего. Так, пригодится. Так, аптечка. Китательный батончик. Кто-то здесь рядом, прям с нами. Назвестно, опасная погода. Ищите укрытие. Так, это что, энергия ячейка. Ну, мы заберем. Это сетчатая. Так, прыжковый модуль полярного лиса. Конфигурация ускорителя. Так, мы сейчас замерзем. В общем, берем прыжковый модуль полярного лиса. Чуть попозже прочитаем, а мы не будем спрятаться. Так, не получается спрятаться. Так, это не получится использовать. Так, сейчас, наверное. А, это мы так умираем? Понятно. Я думал, по-чуть-чуть хп будем хотя бы тратить. Короче, мы полностью замерзли и погибли. Так, ну, нам это не годится. Придется сейчас загружаться. Сейчас весь магнетип, наверное, заберут. Вообще весь. Вообще все забрали. Ну, кроме ионного куба. Заряд 300 тысяч. Неплохо. Ну, мы же его никуда не можем засунуть. Так, хорошо. Кольц хотел бы проверить сначала, наверное. Квантовый шкаф, как работает. Вранилище, чье содержимое находится одновременно во всех квантовых шкафах. Квантовых шкафах. Так, а возможно у нас еще и квантовый шкаф должен быть. Так, как бы нет, обычный шкаф. Так, что у нас появилось тут? Прыжковый модуль полярного лиса. Конфигурация ускорителя позволяет совершать короткие прыжки по местности. Главное, это потом. И таблетки для очистки воды. Смешать со снежком для получения питьевой воды. Так, хорошо, мы проверим вот эти вот. Квантовый шкаф, как работает. Два титана. Плохо. Ну ладно, мы в принципе забрали, но сохраняться не будем. Так, расширенный. Так, комплект проводов, микросхема. Блин, много всего надо. Ну вроде должно хватить у нас всего. Так, микросхема. Так, золото. Ну, у нас нет золота. Где надо достать золото? Не надо все идти искать его. Так, это пока бессмысленно. Блин, ради теста придется идти искать золото. Это не очень хотелось бы. Имеет свинец. Так, сейчас магичник найдем. Кто там? Куда? Куда? Не до тебя сейчас. Если не получается провести тест. Так, это плохо. Может, конечно, и в других можно найти. Так, вот мы еще какую-то станцию нашли. Да, мы здесь не были. Ладно, мы все равно загружаться будем. Да, мы потом вернемся. Так, может, напрямую золото можно найти. Так, вот. Где-то здесь. Так, воздух окончается. Ну, где-то здесь должно быть. Но хочется где-то внизу, под всем этим. Здесь, может, в пещере какой-то. Показывает здесь. Прямо здесь. Это явно где-то снизу. Так, поищем. По-моему, в какой-то должно быть. Ну, пока что-то как-то не очень. Так, ладно. Тогда нет смысла, наверное, искать. В любом случае загружаемся. Не получилось меня тест провести. Здесь уже где сохранились, там сохранились. В общем, не думаю, что можно замерзнуть насмерть. Я думаю, что у нас потихоньку будет энергия. Все, не хп кончатся. Мы успеем что-нибудь предпринять. Но нет. Так, сигнал сломан. Так, все у нас уже 0. Только что было все нормально. Эй, слишком быстро. Где-то на кислород сначала показался, потому что там было вроде как 100%. Так, ладно, сейчас будем сразу искать какой-нибудь... Не знаю, что искать-то. Воду мы вряд ли найдем сейчас. Куда-то надо бежать. Мгновенно. Так, это у нас не греется. Это у нас ничего не греется. Так, там у нас есть гейзер. Может, мы не успеем, да? Да, не успели. Так, нет, 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 нет. Так, хорошо, сейчас попробуем добежать до этого гейзера по-быстрому. Это нам, возможно, даст хоть чуть-чуть времени. Потом убежать дальше. Так, отлично. Теперь можно здесь сохраниться. Сейчас погода у нас не меняется. Так, теперь пулевом надо сюда добежать. Так, пещера у нас он прям здесь. Так, здесь по-новому все собрать. Так, правда, не на что выкинуть. Нам теперь медная получается не нужна. Нам нужно золото искать. Так, все, пока прячемся. В любом случае, переспережидать здесь. Так, ну, сюда мы еще вернемся. Так, теперь убегаем. Вначале мы пойдем к посадочной площадке. Но там все-таки что-нибудь посмотрим, найдем. Потом, наверное, до базы все это надо вернуть. Квантовый все-таки надо посмотреть. Сейчас нам надо еще найти, желательно, золото. Потому что у нас его нет. Было бы неплохо его найти. Так, фрагмент. Так, мне нравится этот звук. Так, как, где фрагмент? Да, тут есть ничего. Так, опять замерзаем. Как-то быстро мы мерзем. Надо какой-то костюм найти. Хотя бы здесь согреваемся. Так, медная руда не надо. Золото. Золото будет хорошо. Так, единственное, попадем ли мы сюда еще раз. Конечно, такой долгий путь. Может, найдем какое-нибудь быстрое перемещение. Так, это, по идее, откуда мы упали сверху. Это, по идее, единственный выход в эту пещеру. Так, вот теперь вот здесь как-то надо найти путь туда, к посадочной. Мне, в общем, показалось, что мы здесь как-то проходили и потом до тут дошли. Хотя, возможно, мы сначала ушли в обратную сторону отойти. Здесь я бы всегда в толстую наверх идти. Но, наверное, нужно в эту сторону. Так, наверное, в эту пещеру. Опять же, мы здесь были, но, видимо, куда-то они туда пошли, что ли. Так, наверное, наверх мы выбирались. Нам не помогло. Туда мы уходили, тоже ничего. Так, ладно, придется опять сверху идти. Где-то мы виляем не там. Это, по идее, самое такое приближенное место должно быть. Да, вот эти вот кристаллы. И отлично. Так, значит, мы вернулись на то место, где мы начинали. До конца дойдемте, сейчас смотрим. У нас сверху есть. Потом по-любому вниз пойдем изучать. Это нас не греется. Так, здесь, видимо, надо перепрыгнуть. Перепрыгнуть, наверное. Так-то мы не сможем. Это нужно этот... Какой-то там квантоцикл или гироцикл. Как он правильно назывался? Полярный лис. Гравицикл. Так, спрыгнуть у нас здесь тоже, видимо, не получится. Да ладно. Так, где-то надо согреться. Хотя сколько я так понимаю, они с ними будут греть. К сожалению. Максимум у нас есть. Температура по-32. Либо сейчас сюда успеем добежать. Здесь вроде должны греться. Отлично. Так, ждем. Потом идем туда, смотрим там, что за дверь у нас огромная. Мы ищем золото. Так, здесь еще у нас проход открыть. Так, там у нас майки.